МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, что глаза являются самым информативным компонентом внешности человека. В них отражаются интеллектуальные способности, особенности характера, прошлый опыт. Взглядом мы можем поддержать человека, осудить, подарить лучик света другому человеку. Но как любой другой орган человеческого тела, глаза подвержены заболеваниям и возрастным изменениям. Именно об этом сегодняшняя наша программа. Глаз – это достаточно сложная оптическая система. Световые лучи попадают от окружающих предметов в глаз через сильную собирающую линзу – роговицу. Переломившись на её передней и задней поверхности, они беспрепятственно проходят через прозрачную жидкость вплоть до радужки. Зрачок, а именно так называется круглое отверстие в радужке, позволяет центрально расположенным лучам продолжить своё путешествие внутри глаза. Далее свет преломляется хрусталиком, и лучи света, сфокусированные оптической системой глаза, попадают в конечном итоге на сетчатку. Так оптическая информация воспринимается светочувствительными нервными клетками, кодируется в последовательность электрических импульсов и передаётся по зрительному нерву в головной мозг для окончательной обработки и сознательного восприятия. Итак, сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Давайте знакомиться. В гостях у тела человека врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий курсом офтальмологии Гомельского государственного медицинского университета Людмила Владимировна Дравица. Здравствуйте. И двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам сегодня помогать, это Дарья Серикова и Сергей Русецкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, давайте мы и начнём с вас сегодняшнюю нашу беседу. Очень интересна анатомическая особенность кошки, помогает ей видеть в темноте. Этого нет у человека. Так какая же это анатомическая особенность? Думайте, пишите на планшете, а мы пока, Людмила Владимировна, с вами продолжим разговор. Давайте начнём с самого детства. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте родители должны привезти ребёнка на осмотр врача-офтальмолога? Вообще, это нужно сделать на первом году жизни, до года в обязательном порядке ребёнок должен быть, любой здоровый ребёнок должен быть осмотрен офтальмологом. Но, естественно, если есть какие-то особенности, и у родителей есть какие-то сомнения, значит, сразу нужно обращаться к офтальмологу. Не имеет значения. Неделя, год, семь месяцев абсолютно. Скажите, пожалуйста, ну вот традиционные такие заболевания, которые все знают, или нарушение зрения, это близорукость и дальнозоркость. О близорукости как-то мы больше говорим в юном возрасте, в детстве, а дальнозоркость, ну вот кажется, это заболевание возрастных людей. Действительно ли это так? Ну здесь я тоже немножечко небольшую коррекцию хочу внести. В каком плане? Вот мы начали с вами с детства, да? Так вот, все мы в норме рождаемся дальнозоркими. Все до года дети в обязательном порядке, для того, чтобы потом глаз стал обычным, нормальным, и, как говорят, эмитропическим или соразмерным, должны родиться дальнозоркими где-то до трёх диоптрий. Потом глаз начинает расти, увеличиваться в размерах, и постепенно он становится нормальным. Так что дальнозоркость, её, можно сказать, два варианта. Есть дальнозоркость физиологическая, это первых одного-двух лет жизни. И дальнозоркость как болезнь. Людмила Владимировна, у каждого органа есть какие-то враги. Например, у сердца это лишний вес, это алкоголь, курение. Есть ли у глаз такие вот враги, которые могут оказать влияние? Естественно. Их очень много, особенно сегодня. В первую очередь, наверное, можно сказать сразу, это гаджеты. И вы знаете, вот, наверное, настоящая пандемия начинается с патологии органозрения. В каком плане? Вот вы сказали дальнозоркость, близорукость. Но есть ещё одна патология, которая приводит дальнозоркость и близорукость. И ещё больше приводит использование вот игровые варианты, которыми пользуются маленькие дети. А родители, к сожалению, для того, чтобы освободить себе время, делают это с большим удовольствием. И детям до года начинают давать смартфоны. И они смотрят Маша и Медведь. Это идеальный вариант, когда ребёнок сидит тихо и спокойно. Так вот, эта третья патология, которая сейчас развивается и стала развиваться значительно раньше, это косоглазие. Это сходящееся косоглазие у детей первых лет жизни. Сегодня об этом очень много говорят офтальмологи. Сегодня проводятся диссертационные исследования. У нас на кафедре тоже сейчас проводятся диссертационные исследования в этом направлении. Потому что, когда глаз ребёнка ещё недостаточно сформирован для работы на близком расстоянии, когда мы смотрим и рассматриваем предметы вблизи, вынуждена срабатывать внутри глаза мышцы, вот эта целиарная мышца. Но кроме этого ещё вынуждены срабатывать и внутренние прямые мышцы, наружные мышцы глаза. И вот от длительной, постоянной работы на близком расстоянии происходит их гипертрофия. Иногда контрактуры, и от этого развивается сходящееся косоглазие. Вот это враг, будем говорить, номер один – это работа на близком расстоянии. Получается, что уже не врождённое какое-то косоглазие, а приобретает ребёнок его? Нет, да. Не врождённое, а вот именно косоглазие, которое индуцировано нашими добрыми взрослыми руками. Об этом так говорится. Понятно. Людмила Владимировна, ну давайте теперь послушаем, что наши ребята расскажут нам про кошку. Какая у неё анатомическая особенность, которая позволяет ей видеть в темноте? Даша, что вы предложите? Ну, нужно сказать, что действительно кошки лучше видят в темноте. Это обусловлено генетически. Дело в том, что в сетчатке глаза есть два вида клеток, и у человека в том числе. Это палочки и колбочки. Колбочки отвечают за восприятие цвета, а палочки, они способствуют сумеречному зрению. Так вот, у человека палочки, они рассеяны по сетчатке. И чем ближе расстояние от палочки до палочки, тем человек лучше видит в сумерке. А у кошек же палочки, они сконцентрированы в группы. И поэтому луч света, даже минимальный, он не рассеивается, а концентрируется. Лучше. Сережа, вам что-то добавить есть еще? Ответ практически исчерпывающий. Но я бы еще мог сказать, что кошки от природы вообще как бы дальнозоркие. И они способны, будучи хищниками, иметь большой угол обзора практически в 360 градусов за счет природного большого угла обзора и постоянной способности вертеть головой. И кроме этого, они обладают большим спектром цветовосприятия. Например, серый цвет они видят до 25 оттенков даже в темноте, что, естественно, им помогает в суммлечное время. Ну что ли, Владимир, я думаю, что исчерпывающий ответ? Исчерпывающий ответ. Кроме того еще, у нас центральная ямка сетчатки – это только колбочки. А колбочки обладают цветным зрением и работают только днем. Поэтому ночью у нас отсутствует цветовосприятие, поэтому кошки ночью действительно все серы. Учитывая то, что у нас отсутствует еще и четкая острота зрения, колбочки спят ночью, будем говорить, при ночном свете. Поэтому и женщины красивы, нету четкости. Ребята, ну следующий вопрос к вам. Мы знаем, что черника – это один из самых полезных продуктов, да? Чтобы улучшить остроту зрения, дают чернику. Может быть, вы сможете продолжить список этих продуктов, полезных для зрения? Ну, вы продолжайте. Вы пока подумайте над своим ответом. А мы с Людмилой Владимировной продолжим нашу беседу. Людмила Владимировна, скажите, пожалуйста, близорукость и дальнозоркость – далеко не единственные проблемы органа зрения. Всем известны такие заболевания, как глаукома, катаракта. Что это за заболевания, в каком возрасте они чаще развиваются? Вы знаете, есть цифра 40-45 лет. Это цифра для глаза, в общем-то, определенная черта, определенная критическая черта. В этом возрасте вот как раз и начинается та патология, о которой вы только что сказали. То есть глаукома, катаракта, но и то, с чего мы начинали передачу – старческая дальнозоркость, которая, говорится, слово «старческая», но, наверное, лучше сказать «возрастная дальнозоркость». Значит, в этот период начинают происходить геронтологические процессы в глазу, и начинаются изменяться внутренние структуры глаза, которые способствуют повышению внутриглазного давления, а это и есть глаукома, уплотнению хрусталикового вещества, помутнению хрусталика, а это и есть катаракта. К сожалению, сегодня и та, и другая патология очень широко распространена, не только, будем говорить, в мире, но и в нашем регионе. Если маленькую статистику позволите привести, то сегодня у нас на диспансерном учете более 13 тысяч жителей Гомельской области находятся под наблюдением по поводу глаукомы. То есть это уже диагностированы. И в последнее время ежегодно более тысячи человек – это впервые выявленная ситуация. Ну а если привести статистику по катарактальной проблеме, то ежегодно в нашей области проводятся более 5000 операций по поводу катаракты. Людмила Владимировна, еще такой вопрос, наверное, очень важный. Обычно к врачу не обращаются по поводу сухости глаза, утомляемости, слезотечения. Нужно ли с этими проблемами идти к врачу или можно как-то самому справиться? Особенно сейчас, когда люди очень долго у компьютеров находятся. Вы знаете, идти к врачу в обязательном порядке надо. Возможно, многие считают, что это просто компьютерный синдром. Что это есть влияние дисплея и на слизистую оболочку глаза. И поэтому развивается вот эта вот сухость. Аптечная сеть имеет большое количество слезозаменителей, которые рекламируются. И на телеэкране мы тоже можем видеть. И пациент может, в принципе, пойти, взять, купить и начинать капать. Но я хочу обратить внимание, что категорически нельзя делать это самостоятельно. Пациент все-таки должен идти на прием к офтальмологу. И если ему 40 и старше, в обязательном порядке нужно измерить внутриколосное давление. Для того, чтобы исключить глаукому. Исключена глаукома, исключены другие патологические какие-то процессы со стороны глаз. Действительно выставлен диагноз синдром сухого глаза. Доктор назначит то, что нужно. А еще хочу обратить внимание в данном случае на развитие синдрома сухого глаза. Не обязательно, чтобы была длительная работа за компьютером. Данная патология часто развивается у женщин в 40-45, то есть климактерический период. Он характерен развитием синдрома сухого глаза. Следующая довольно широко распространенная патология в нашем регионе – это патология щитовидной железы. Вот при патологии щитовидной железы очень часто развивается как синдром сухого глаза, так и я неоднократно сегодня, наверное, буду повторять вот это слово «глаукома». И повторяю его часто так по той причине, что это одна из немногих офтальмологических патологий, которые, к сожалению, приводят к безвозвратной слепоте. Спасибо большое за ответ. Людмила Владимировна, давайте послушаем, что ребята предлагают для здоровья глаз, какие продукты. Даша, что Вы рекомендуете? Ну, я хочу сказать, что черника действительно является одним из самых важных продуктов для органозрения, так как в ней содержится лютеин и заоксантин – это вещества, из которых образуется пигмент для светочувствительных клеток, который обеспечивает их работу. Это ядопсин и радопсин. Также содержится большое количество витаминов и микроэлементов, также необходимых для здоровья органозрения. На второе место я бы поставила после черники – это продукты и овощи, которые содержат бета-каротин, то есть морковь, все фрукты и овощи желтого и оранжевого цвета, так как бета-каротин является предшественником витамина А. А витамин А – один из самых мощных антиоксидантов. За счет серьезных метаболических процессов, которые происходят на сетчатке, образуется большое количество свободных радикалов. А витамин А способствует нейтрализации свободных радикалов. Ну, давайте Сергею дадим отборность тоже сказать. Я бы добавил, что к каротиноидам, о которых говорила Даша, они могут содержаться еще и в зеленых, скажем так, растениях. Это листья шпината, это брокколи. Помимо этого для глаза не будут вредными витамины группы В, а также кальций для укрепления склеры. Это молочные продукты, творог, например, собственно, молоко. Нелишним для, скажем так, снижения количества свободных радикалов в сетчатке будет употребление горького шоколада. Но для того, чтобы узнать, насколько полными были ответы наших будущих врачей, я предлагаю посмотреть следующий сюжет. Острота зрения Острота зрения снижается не только из-за плохих привычек. Наши глаза подвержены таким болезням, как глаукома, катаракта и дистрофия желтого пятна. А всегда лучше предупредить проблему, чем потом мужественно сражаться с ее последствиями. Итак, кроме всем известной черники, специалисты рекомендуют. Морковь. Благодаря бета-каротину этот овощ помогает поддерживать остроту зрения. Идеальным в данном случае является сочетание моркови со сметаной или сливками. Такой симбиоз улучшает усвоение жирорастворимого каротина. Тыква. В состав этого оранжевого овоща входят лютеин и зиоксантин, витамины С, А, В1, В2 и цинк. Из тыквы можно приготовить много разных блюд. Салаты и супы, каши и даже десерты. Лук и чеснок. Эти овощи богаты серой, и при постоянном их употреблении четкость зрения может заметно улучшиться. Рыба. Это идеальный источник жирных кислот омега-3, так необходимых для хорошего зрения. Наиболее богаты ими лосось, сардины, сельдь и скумбрия. А употребление рыбьего жира предотвратит дегенерацию желтого пятна глаза. Творог. Этот молочный продукт содержит витамины В2 и В12. Первый стимулирует и поддерживает обмен веществ в роговице и хрусталике. А второй улучшает кровоснабжение глаз. Ну и, наконец, черный шоколад. Благодаря флавоноидам он защищает кровеносные сосуды глаз и укрепляет роговую оболочку. Сейчас я хотела бы поговорить о такой известной операции, уже популярной, как лазерная коррекция зрения. И прежде чем мы начнем обсуждать эту проблему, я хотела бы задать последний, третий вопрос нашим ребятам. Ребята, скажите, пожалуйста, кто сделал первые шаги к тому, чтобы развивалось именно это направление в офтальмологии? И когда? Вы пока думайте, а мы с Людмилой Владимировной продолжим нашу беседу. Людмила Владимировна, скажите, пожалуйста, насколько можно лазерной коррекцией улучшить зрение? И когда уже можно оценить результат проведенной операции? Наверное, результат проведенной операции можно оценить практически через пару часов, но на следующий день это точно. Лазерная коррекция зрения – это, как правило, лечение близорукости. Это рефракционная хирургия, то есть изменение силы преломления глаза. И если это цифры невысокие, то есть где-то до 6-7 диоптрий, то практически можно восстановить полностью до единицы. Если близорукость выше, там уже более индивидуально идет подход. К сожалению, там уже возможности получить единицу нету, но там можно значительно уменьшить имеющуюся близорукость. А какой возраст все-таки оптимален для того, чтобы проводить это вмешательство? Ведь мы знаем, что со временем все равно разнивается дальнозоркость. Есть ли смысл в этой операции? Значит, смотрите, любая хирургия работает тогда, когда выполняются четкие показания к этой операции. И невыполнение показаний соответствующих, отбора соответствующих пациентов будет дискредитировать любую самую прекрасную операцию. В данном случае, вы спрашиваете о возрасте пациентов, здесь имеет еще значение в исходе операции то, чтобы близорукость уже была стационарной, чтобы она не прогрессировала. Прогрессирующая близорукость есть противопоказания для проведения операции, потому что проводятся очень большие расчеты. И суть лазерной хирургии – это уменьшение толщины слоя роговой оболочки. Там при помощи эксмер-лазерных лучей снимается, где-то толщина уменьшается в среднем до 100 микрон. Все зависит от степени близорукости. В каждом конкретном случае каждый глаз имеет свои особенности в этом плане. И если прооперировали человека, у которого дальше идет прогрессирование, то есть идет растяжение глазного яблока. Близорукость характеризуется тем, что происходит рост глаза, увеличивается передний-задний размер. Сделали хирургию, получили единицу, продолжает растягиваться глаз. И в принципе, все, что сделано, оно уйдет, будет напрасно. А повторно уже, мы уже сняли 100 микрон. Понимаете, сама роговая оболочка у нас в среднем 550 микрон. То есть мы уже получили 450, уже больше снимать невозможно. То есть повторная хирургия уже нежелательна. Поэтому, в принципе, это очень важно. И возраст, до которого растет наш глаз, по физиологии считается, где-то до 24 лет мы растем. Поэтому до 18 лет данная хирургия не проводится. Есть случаи, когда оперируются дети, но там идут строгие медицинские показания. Понимаете, в принципе, подход к эксимер-лазерной хирургии можно разделить на два варианта. Чисто медицинская, то есть это те случаи, когда пациент не может пользоваться очками. К сожалению, при разнице между в силе преломления правого и левого глаза больше двух диоптрий, а еще хуже, если три диоптрии, мозг не может сливать изображение. Они разновелики по величине носитчатки. И такие пациенты не могут пользоваться очками. Следующая ситуация. У нас есть контактные линзы. Ну вот не можешь носить очки, надевай контактные линзы. Но есть такая группа пациентов, которые тоже не могут пользоваться и контактными линзами. Так вот это будет стопроцентное показание для проведения эксимер-лазерной хирургии. Во всех остальных случаях, будем говорить, смысл эксимер-лазерной хирургии для пациента, но, наверное, где-то, можно сказать, косметический. То есть это улучшение качества жизни для того, чтобы на носу не находились очки. Понятно. Людмила Владимировна, скажите, пожалуйста, бытует такое мнение, что после лазерной коррекции дополнительные какие-то травмы глаза, головы это могут привести к серьезным достаточно последствиям. Ну, это, например, очень актуально для спортсменов, да? Кто занимается какими-то видами спорта, боевыми, когда действительно следуют удары. И вот что делать с таким вот ребятам? Сегодня мы столкнулись с этой ситуацией, потому что это и есть противопоказание. Для лазерной коррекции, да? Естественно, что глаз будет... Я уже сказала вот эту ключевую фразу, что 100 микрон уменьшается. Она тоньше. Естественно, она будет более уязвима. Поэтому, ну, есть смысл, прежде чем идти на данную хирургию, немножко подумать. Но еще хочу сказать, что вот если говорить о нашем регионе, у нас центр эксимер лазерной хирургии, он расположен на базе областной специализированной клинической больницы. И доктора, которые там работают, они очень квалифицированные. И что мне очень нравится, они очень трепетно относятся к тому, чтобы не дискредитировать себя, методику. И они очень тщательно отбирают пациентов. Но тогда еще очень такой важный и уязвимый контингент – это женщины детородного возраста. Тоже такое бытует мнение, даже в том числе и среди специалистов-врачей, что после лазерной коррекции рожа через естественные родовые пути с потужным периодом как бы противопоказано. Действительно ли это так? И можем ли мы развеять эти мифы? Наверное, в данном случае я бы сказала, что вопрос будет идти очень индивидуально в каждом конкретном случае. Мы ведь можем смотреть толщину роговицы у женщины. Офтальмолог должен ее наблюдать в период беременности. Потом совместно с акушер-гинекологом, если каких-то отклонений от течения беременности нет, если там нет узкого таза и других вопросов, которые осложняют физиологический процесс, естественно, что тогда нужно выключать потужной период. А если все благополучно, если роговичка себя ведет хорошо, почему бы и нет? Вы знаете, что был период, когда обычная лазерная хирургия сетчатки, но как бы считалось, что в обязательном периодке нужно делать кесарево сечение. Очень много женщин, которые рожают, благополучно рожают и неоднократно. Сейчас я хочу обратиться к ребятам и узнать ответ на третий наш вопрос. Даша, что в историческом плане легло в основу современной лазерной хирургии? Ну, это вопрос достаточно неоднозначный, но я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что первый шаг, действительно первый шаг сделал Хосе Баракес. Это испанский офтальмолог в 1949 году, который предложил использовать микрокератом для тонкого среза роговицы. Эту процедуру он назвал кератомеллез. Нужно сказать еще, что он в качестве микрокератома использовал нож для ювелирной огранки. Интересный факт исторический. Ну, на ножи далеко не уйдешь, поэтому в связи с открытием в 70-х, 80-х годах эксимерного лазера, о котором говорила Людмила Владимировна, прогресс пошел дальше. И его использовали другие ученые. В 85-м году впервые он был применен на человека. Опыт накапливался. И уже через год, в 86-м году, ученые Иоаннис Поликарис и Лучо Бурата смогли, используя наработки своих предыдущих коллег, создать такую процедуру, как лазик. Это лазер-ассистит ин-ситу кератомеллезис. И теперь мы имеем более усовершенственные методики. Естественно, это и супер-лазик, и фемта-лазик, и флекс, смайл и многие другие. Людмила Владимировна, ну как вы считаете, как наши будущие специалисты готовы к профессии врача? Я бы сегодня их уже отправила работать с офтальмологами. Они готовы, подготовились. Но так как у них впереди еще все-таки государственные экзамены, поэтому, наверное, придется им еще немножечко поготовиться и поучиться. Ну, а у нас традиционно. Какое пожелание нашим телезрителям вы бы хотели сказать? Четкого, ясного зрения. Прекрасное пожелание. Спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу. И прежде всего, крепкого здоровья всем. Русский литератор 18 века Денис Иванович фон Визин говорил, цена здоровья ощущается после его утраты. Берегите здоровье сегодня. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»